Эвка В майонезах, в масле, в кетчупах, йогуртах, еще в достаточно большом количестве других категорий. На данный момент лидируем в масло-жировом бизнесе, как я уже сказал, и входим в топ-3 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России. Коротко напомню о сути проекта. Те, кто был на прошлом ИСР, наверное, это будет повторение. Для тех, кто не был, коротко расскажу, в чем основная идея. Категория масла, она на данный момент воспринимается покупателями, ну и воспринималась как категория достаточно, скажем так, старомодная. Все продукты достаточно одинаковые. Если посмотреть глазами покупателя на нашу категорию, то не совсем понятно, какое масло выбрать. Потому что желтые бутылки достаточно однообразные этикетки, формат бутылки одинаковый. Чем они отличаются, люди не совсем понимают. Помимо того, что не понимают, как выбрать масло, они не понимают, как его использовать. Есть основные поводы потребления, но фактически у большинства хозяек стоит одна бутылка, которую они и в салаты заправляют, и что-то, что нужно пожарить, соответственно, жарят на одном и том же продукте. Вот в таких примерно условиях состояния категории мы, как ритейлер, постоянно ищем ответы на вопросы, как увеличить количество покупателей, которое должно не только заходить, но и покупать продукт в этой категории. Как сделать так, чтобы покупатель покупал более дорогое масло и, в принципе, делал это чаще. Поэтому, скрестив проблематику и обеих сторон, мы сделали следующие гипотезы. Мы предложили покупателям сделать выбор более понятным и удобным для него, что, соответственно, в свою очередь должно было привлечь дополнительный интерес у покупателей категории и вызвать у него желание купить большее количество масла, нежели он покупает обычно. При всем при этом масло, рынок такой, как Павел правильно заметил, достаточно консервативный, и на нем наблюдаются не самые позитивные тенденции в том плане, что растет у нас доля сегмента низкого ценового сегмента. У нас бренды практически все довольно сильно запромоутированы, и разрыв на сегодняшний день между тендерным маслом и маслом брендовым достигает практически 100%. Я имею в виду полочных регулярных цен. Условно говоря, тендерные на сегодняшний день в районе 50 рублей, а брендовое масло на полке по регулярной цене стоит практически 100 рублей, а то и выше. Ну, соответственно, вот в этих условиях мы ищем ответ на вопрос, как увеличить продажи. Вопрос, как увеличить продажи, он, соответственно, не новый, достаточно популярный, и в этом зале, я думаю, что каждый сам себе этот вопрос задает достаточно часто, и руководство задает этот вопрос достаточно часто. Поэтому, находясь в той ситуации, которую сейчас писал Рустам, стали думать, что же нам необходимо сделать для того, чтобы увеличить продажи. Ключевая идея, которая пришла в голову, это сделать сегментацию по поводам потребления, поводам использования масла, для того, чтобы люди начинали разбираться в продукте, и через образование, через понимание того, чем одно масло отличается от другого, увеличивать, соответственно, средний чек. Для того, чтобы люди покупали не дешевое, а более дорогое масло, и понимали, почему они переплачивают, почему они это делают. И для того, чтобы они покупали не одну бутылку, а как минимум две, для разных поводов. Соответственно, то, что сделали, это, на самом деле, идея, скажем так, адаптированная нами, идея, которую мы, скажем так, подглядели у наших коллег из Европы, это разделить масло для жарки, масло для салатов и масло универсальное, которое отличается, скажем так, физическими, органолептическими свойствами, ну и как продукт, соответственно, тоже, что многие покупатели не понимают. Исходя из всего этого, мы, как ритейлер, решили пересмотреть несколько полнограмму и скомпоновать продукцию таким образом, чтобы они явно выделялись на полке такими достаточно понятными и видимыми блоками. Мы немножко перегруппировали масла, которые были прочие, они у нас терялись, по сути, в классических подсолнечных, выделили их на отдельную полку. И под группы салаты, ну, чуть больше их тоже между собой переформатировали. Получилась вот такая вот картинка, которую вы видите на экране. Ну и в правой части есть изображение навигации, тоже достаточно незамысловатая, но информативная. Совместно с отделом маркетинга «пятерочки» привели несколько встреч и разработали тот дизайн, который представлен здесь на картинке. Соответственно, то, что мы представляли на прошлой конференции, это тест на 11 точках, который мы проводили в сентябре месяце. Визуально он выглядел примерно так, это уже живые фотографии, там не рендер. По итогам этого теста мы приняли для себя решение, что 11 магазинов – это хорошо, но поскольку у нас их чуть-чуть побольше, соответственно, проект надо раскатать тоже на чуть-чуть побольшее количество магазинов. Наложили наши возможности с точки зрения переформатирования точек и возможности, в том числе и компании «Эвко» по обслуживанию этих точек, получили чуть больше полутора тысяч точек, на которые этот проект мы раскатали. Вот, соответственно, на предыдущем слайде, это было, скажем так, краткое содержание предыдущих серий, соответственно, сейчас, на чем мы хотели бы сфокусироваться в рамках этого кейса, это грабли, на которые мы наступали в ходе роллаута, потому что сделать тест на 11 точках и сделать проект на полутора тысяч точек, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, наверное, немногие компании могут похвастаться тем, что они выходили на такие проекты, поэтому, наверное, то, чем хотели бы мы поделиться, это определенный чек-лист, который надо посмотреть перед тем, как вы выходите на роллаут. Соответственно, первое, что нужно сделать, это, наверное, те шишки, которые мы набили, это объяснить людям, зачем это нужно. Причем люди, которые будут заниматься экзекьюшеном, ну, скажем так, они, может быть, не совсем профессионалы, может быть, не совсем с высшим образованием, поэтому доносить эту информацию необходимо максимально доступным, понятным способом. То, что сделали мы, мы сделали на одном листочке, краткое описание концепции, зачем это нужно и что это нужно сделать. Соответственно, отдали в руки мерчендайзерам компании «Эвка», для того, чтобы они проводили переговоры с мерчендайзерами пятерки. Изменение выкладки навигации. Это технический момент, который здесь указан одной строчкой, но на самом деле это очень сложная история, которая включает в себя изготовление материалов, дистрибьюцию материалов, создание страховых запасов, создание страховых запасов продукта, потому что изменение планограммы, оно всегда приводит к тому, что одного продукта становится больше, другого меньше. Это все нужно учитывать перед тем, как вы идете в магазин. Регулярная поддержка. Наиважнейший пункт, потому что сделать перевыкладку и любое изменение один раз эффекта даст значительно ниже, меньше, я дальше буду об этом рассказывать, чем это сделать и регулярно поддерживать. Соответственно, контроль. Как мы делали это в данном проекте? Наверное, у многих компаний есть свой тул мерчендайзинговый, который мерчендайзеры забивают определенную информацию о дистрибьюции, о доле полки, о других целевых показателях. Что мы сделали? Мы сделали отдельный мониторинг, и каждый мерчендайзер в точках с покрытием на каждом визите отмечал то, что проект запущен качественно, своевременно и ничего не менялось. Если не получалось договариваться, то, соответственно, он сигнализировал в штаб, в центральный офис, и дальше мы уже коммуницировали с коллегами из пятерочки. Да, и, безусловно, очень важно на берегу договориться о KPI-ах, как и цифровых, так и о сути самих показателей, которые вы будете измерять. Ну, соответственно, сами результаты проекта, как предыдущего, так и текущего. Мы для себя приняли решение, что если мы вырастем на 5%, то, в принципе, это будет довольно неплохой результат, потому что, понятное дело, категория достаточно консервативная, и ожидать, наверное, какого-то резкого всплеска было бы, ну, не совсем, наверное, как бы так релевантно. Что мы увидели в 2017 году? Мы увидели рост на тестовых точках на 7%. Мы посчитали, что это, в принципе, достаточно неплохой результат и, естественно, выше ожиданий. И поэтому двинулись дальше. После того, как мы раскатали это все на уже более чем полторы тысячи магазинов, результат нас, честно скажу, еще больше порадовал, потому что итоговый рост, который мы увидели, это 9%. Здесь, конечно, можно увидеть, что достаточно большой промежуток времени прошел между там 11 точками и полуторами тысячи, но как раз за этот период решали те вопросы, которые Павел чуть ранее озвучивал. Ну и плюс уже понимали, что нужно полторы тысячи магазинов более качественно подготовить к такому тесту, чтобы получить хорошие результаты. Соответственно, если смотреть чуть глубже и разбить масла уже на подкатегории, мы получили как раз-таки тот эффект, который хотели. У нас выросли именно растительные масла с более маржинальной. А именно, ну, в прочие масла мы относим льняное, кунжутное и аналогичное. Соответственно, комбинированное это микс подсолнечного и оливкового, а само оливковое выросло тоже непосредственно. Ну и, как ни странно, всем знакомое подсолнечное тоже показало чуть больший рост в точках, где мы сделали эту навигацию, по сравнению с магазинами, где мы это не делали. Еще интересный тест, который мы сделали, поскольку сеть пятерочка, наверное, больше, чем полторы тысячи точек за год открывает, которые мы покрыли. Мы понимали, что идем в проект с тем, чтобы покрыть значительно большее количество. Поэтому мы попытались затестировать две модели. Первая модель – это точки, в которых не ходят наши мерчендайзеры регулярно. То есть это была адресная программа, которую мы отправили мерчендайзеру на то, чтобы они сделали это один раз. То есть они пришли, они установили навигацию, они сделали перевыкладку. И в этот магазин, грубо говоря, они больше не ходили. И вторая группа точек – это точки, которые находились в регулярном посещении. Соответственно, люди имели возможность как сделать стартовые перевыкладки, так и поддерживать это не реже, чем раз в неделю. Соответственно, эффект в первой группе точек плюс 5%, эффект во второй группе точек – 12,5%. Вывод, который мы для себя сделали, что, безусловно, эффект от проекта, который посещается мерчендайзерами, он выше, чем эффект от точек, в которых мерчендайзеры не ходят. Но это, грубо говоря, вывод, который и так был очевиден. Ключевое – это то, что нам нужно сделать для того, чтобы оставшийся универс, о котором потенциально мы будем говорить дальше, принес такой же эффект, как зеленый столбик. И, безусловно, вывод, который мы сделали – это поддержка персоналом пятерочки, это образовательные программы, это коммуникация непосредственно с директорами магазинов. Но об этом мы тоже еще поговорим дальше. Соответственно, проанализировав все, что мы сделали, по сути, разбили на такие, как сказать, действия, которые необходимо сделать как нам, как ритейлерам, так и компании «Эвка» как поставщикам. Соответственно, со своей стороны мы должны постоянно держать, условно говоря, руку на пульсе. Не получится так, что мы, скажем, Паша договорились, дальше сам. Не работает. Приходится постоянно возвращаться с обратной связью. Причем обратная связь очень часто возникает среди смежных отделов, не затрагивая даже непосредственно категорийный менеджмент или же, соответственно, отдел продаж компании «Эвка». Идет общение между мерчендайзерами обеих компаний, маркетологами и так далее. Соответственно, естественно, после того, как мы сделали перевыкладку, получили рост продаж, обязательно нужно коммуницировать со своим отделом заказа товаров, который корректирует соответствующие настройки автозаказа именно в данных точках. Понятное дело, что автозаказ сам по себе всю эту историю подхватывает и начинает работать корректно, но на это уходит, как правило, 2-3 недели. Если мы это делаем в ручном режиме, мы вот эти 2-3 недели, по сути, выигрываем с вами. Планограммы. Ввиду того, что планограммы уже имеют… У нас несколько отделов по прорисовке планограммы и часть функции отдана в региональный офис, обязательно нужно подключать не только центральный офис, но и проводить работу с коллегами из регионов. Ну и непосредственно, конечно, нужно доносить эту информацию до персонала рабочего путем как информационных писем, дополнительных рассылок, так и где-то коммуникации с поддержкой супервайзеров торговой сети. Да, здесь я еще хотел бы добавить по второму пункту. У нас по ходу панельной дискуссии был вопрос… Рустам, тебя не было. Был вопрос о том, что запустили в Перекрестке… Я пятерочка, ничего не знаю. Там Дмитрий сидел из Перекрестка, он ответил. Соответственно, вопрос был в том, что запустили программу лояльности на Увелку, человек пришел в магазин, а Увелки на полке нет. Соответственно, все инвестиции, которые были вложены в эту историю, они все пошли прахом и еще и получили недовольного потребителя, покупателя. Потенциально, что могло произойти? Произошел рост автейка, и из-за этого роста автейка получились аутовстоки, которые, соответственно, привели к тому, что блестящая спланированная акция привела к тому, что хорошо стал продаваться продукт, но система автоподбора заказа его не подхватила, и в магазине появились аутовстоки. Поэтому, на самом деле, это очень важный операционный момент, который должен быть учтен на берегу, а не подхватывать уже постфактум. Со стороны поставщика уже многие вещи я проговорил. Наверное, еще расскажу о том, что принцип протестировал, улучшил, пошел в рулаут. Он работает по всем Катман-проектам. Безусловно, очень важно сначала запускать тесты, набивать шишки на маленьком количестве точек для того, чтобы эти ошибки не перетаскивать в масштабирование проекта. Скажу даже больше, полторы тысячи точек, которые мы сейчас покрыли, мы набили еще другие шишки, получили еще больше обратной связи, сделали еще больше выводов. Соответственно, в следующую волну, о которой, может быть, Рустам тоже сегодня скажет, мы пойдем уже с новым багажом знаний, которые адаптируем уже на большем масштабе. Соответственно, да, по итогам таких результатов мы для себя приняли решение, что игра стоит свеч, и решили продолжать этот проект и раскатывать в ближайшее время на уже четыре тысячи точек. Почему только четыре? Поскольку пока есть действительно ограничения, как и со стороны поддержки наших партнеров, так и мы понимаем, что прыгнуть с полутора тысяч на 13 тоже будет достаточно проблематично, поэтому следующий шаг пока определен цифрой четыре тысячи точек. Спасибо, если есть вопросы, готовы ответить. Спасибо, да, Турован на стле. У меня небольшой вопрос буквально. Вы говорили, что мерчендайзеры, ну условно, результаты были выше там, где мерчендайзеры посещали чаще. Вопрос в том, они выкладывали только продукт Эпха или же полностью всю категорию, каждый раз при своем посещении? Конечно, они выкладывали всю категорию. То есть мы запускали проект на таких условиях. Это было бы и нелогично выкладывать только Эпха, ну по крайней мере для нас. Михаил, компания Danone. И тогда следует следующий вопрос, а что происходило тогда с долей Эпха в таком случае, когда мы видим рост категории плюс 5%, а что происходило с вашей долей? Эпха в данном случае находится в выигрышном положении, потому что, не знаю, открою коммерческую тайну, не коммерческую, но сейчас Эпха по темпам роста номер один в нашей сети. Это было еще до проекта. Ребята в целом, видимо, работают хорошо с своим продуктом, и поэтому покупатель голосует рублем за них. Поэтому прямой ответ – доля Эпха увеличивалась. Но вопрос, за счет проекта или нет, здесь, конечно, наверное, есть смысл посмотреть более детально. Шрафанова Наталья Насклеб. Скажите, пожалуйста, вот этот рост, он был за счет только изменения планограммы выкладки или плюс листинги были? Ну, конечно же, это комплексная история. Соответственно, естественно, все те действия, которые были совершены как со стороны мерчендайзеров, так и со стороны сети с точки зрения корректировки товарных запасов и дополнительного информирования нашего персонала непосредственно в магазинах. То есть, как минимум, директора магазинов не мешали этому проекту, никто никого не выгонял, все знали, что происходит, соответственно. Я имела в виду листинги, в смысле, там, вы какое-нибудь кукурузное, там, льняное масло листили. То есть, это дополнительные SKU были? Нет, дополнительных SKU никаких не было, матрица не менялась. Матрица абсолютно во всех магазинах была идентична, как в тестовых, так и не в тестовых. Ну, просто добавить SKU и получить рост продаж, это, конечно, желание всех производителей, но это неинтересно. Коллеги, Анна Титова, компания PepsiCo. В самом начале вы говорили о том, что ваш проект был направлен на повышение культуры, улучшение культуры потребления масла, и целью вы ставили увеличить корзину с одной бутылок до двух. Вот вопрос в отношении этого KPIs, удалось ли вам его померить, и как изменилась корзина покупателя по итогам этого теста и роллаута? Давай, я отвечу на этот вопрос. Мы на прошлом ICR показывали детальные результаты теста. Мы делали достаточно большое исследование, как количественное, так и качественное. Рост ключевой, он действительно пошел за счет среднего чека, причем среднего чека, как с точки зрения объема, так и с точки зрения денег. То есть вот то, о чем говорил Рустам. Во-первых, выросли более маржинальные, более дорогие продукты, из-за этого выросли деньги. И объем, соответственно, и тот, и тот KPI, они были выполнены. Спасибо большое, Рустам, Павел. Спасибо. Всем спасибо большое, до встречи на наших рабочих группах. Спасибо.